МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как водитель Део Джентро превратил свой автомобиль в кабриолет. Я сам автомобиль повернул налево, он меня задел. Пассажира иномарки увезли в больницу. Убил знакомого, не желая возвращать ему деньги. Чтобы не расплачиваться автомобилем, мужчина приобрел в магазине нож, а также электрошутер. Подробности преступления на улице Гагарина. Топила свою семилетнюю дочь, избивала ее и оставляла мокрой без одежды на балконе зимой. В Татарстане будут судить жительницу Ознакаевского района, обвиняемую в исцезании своего ребенка. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Невольно превратил свой автомобиль в кабриолет. Крупная авария произошла на улице Тецовская. Дорогу не поделили Рено Логан и Део Джентро. Последнего после удара откинуло на полосу встречного движения. Чтобы не столкнуться лоб в лоб с другими машинами, его водитель резко вывернул роль вправо. Что из этого вышло и кому медики оказывали помощь, узнала нафиса Минязова. Отрался передо мной и повернулся резко налево. Отец, на камень, повернул налево. Он меня задел. Водитель Део Джентро признался и ехал прямо до тех пор, пока дорогу ему неожиданно не переградил Рено Логан. Уверяет, что его шофер начал разворачиваться перед ним, даже не включив поворотники. Узбекская иномарка задела Рено и по инерции покатилась на полосу встречного движения. Чтобы не допустить лобового столкновения, водитель вывернул роль вправо. Машина начала прокидываться, от кульбитов спас столб. Пострадавший находился на заднем сидении. После столкновения он лег на него и тем самым, можно сказать, спас себе жизнь. Ведь затем иномарка опрокинулась и врезалась в столб. Део Джентро буквально превратилось в кабриолет. Пассажиры экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у 38-летнего мужчины закрытый перелом ребер. Водители не пострадали. Они оба не могли прийти к единому мнению о виновнике аварии. Водитель Рено был уверен в своей правоте, считая, что правило нарушил второй участник столкновения. На светофоре уже встал на разворот. Получается, с помощью приближающейся до пешеходного перехода. По вашему, вы на вас водитель Нексия? Меня слева обогнали. Я не знаю, там уже дознаватели решатка. Вот только автоинспекторы посчитали, что водитель Рено нарушил правило, совершив разворот на остановке маршрутных транспортных средств. Нафиса, меня зовут Аиля Абдуллин, вырастал 12. Госпитализация потребовала все 26-летние пассажирки автомобиля Hyundai. Девушка пострадала в результате крупной аварии на перекрестке улиц Николая Ершова и Зинина. Там иномарка столкнулась с Ладой Гранта. Версии водителя о случившемся не сходятся. Подробности расскажет Вероника Гайнудинова. С жалобами на боли в ребрах 26-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу. В медучреждении у пострадавшей диагностировали ушиб грудной клетки. Как произошла авария, рассказал очевидец столкновения. Hyundai тронулся не сразу на стрелку. Секунды три он еще замешкался. То есть Лада Гранта не соблюдала скоростной режим и соблюдала требования запрещающейся на стафора. Мужчина ехал вслед за иномаркой. Он рассказал, что автоледи стало поворачивать налево, но прямо перед ней появился отечественный автомобиль. После удара машина отлетела на металлическое ограждение. При этом водитель Лады был уверен в своей правоте. Может быть я уже на желтый летел, но то есть все равно не красный. Опыт вождения у 21-летнего водителя Лады совсем небольшой. Страшно было? Да. Я еще не так много за рулем. А сколько? Два месяца. По данным автоинспекторов, водитель Лады Гранта выехал на запрещающий сигнал светофора, чем и спровоцировал ДТП. Возможно, он будет доказывать свою правоту в судебном порядке. Вероника Ганудинова, Новсемнязово, Найля Абдуллин, Вызов 112. 56-летний мужчина оказался в больнице после аварии на Горьковском шоссе. Ранним утром там столкнулись Део Некси и Део Матис. Последний после удара оказался на крыше. Его водителя с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Причина произошедшего устанавливается. Автобус и автомобиль такси не смогли разъехаться сегодня на Сибирском тракте. По предварительным данным, водитель легковушки, выезжая с остановки, смотрел в зеркало заднего вида, не заметив при этом автобус, который остановился впереди него. Пострадавших в результате столкновения нет. Пожар вспыхнул этим днем в квартире дома по улице Рауиса Гореева. Все произошло на седьмом этаже. Как выяснили на месте пожарные, горели письменный стол и мебель на площади 2 квадратных метра. Огнеборцы оперативно справились с разгоранием. В результате инцидента никто не пострадал. В Казани будут судить 25-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений. Как считает следствие, подозреваемый зарезал своего приятеля, чтобы не возвращать ему долг. Оказалось, что предполагаемый злоумышленник проиграл все деньги на ставках. И чтобы решить проблему, пошел на крайний шаг. Айрат Назипов поделится подробностями. Как полагает следствие, 25-летний фигурант уголовного дела, заядлый любитель, сталок на спорт. Для этих целей он периодически занимал деньги у своего 35-летнего знакомого. Причем под залог парень оставил свой автомобиль, Рено Лобен. 17 сентября прошлого года он снова взял у товарища в долг не менее 100 тысяч рублей. Но удача в тот день была явно не на его стороне. Проиграв все деньги в тот же день, предполагаемый злоумышленник решил не возвращать долг, а убить кредитора. Для этого он приобрел нож, электрошокер и наведался у гостя к своему знакомому. Разговора между приятелями не получилось. Завязалась драка, после чего должник нанес потерпевшему не менее пяти ударов по различным частям тела, в том числе шею. В результате полученных ранений последний скончался. В отношении нападавшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений». Причастность к совершению преступления мужчина признал частично. Судом по ходатайству следовательства в отношении него избранная мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в Новосаиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Айрат Назив, Игорь Романов, вызов 112. В Татарстане будут судить 37-летнюю жительницу Ознакаевского района, обвиняемую в истязании своего ребенка. По версии следствия, начиная с прошлого года, женщина систематически наносила побои своей 7-летней дочери. Выгоняла ее зимой мокрой без одежды на балкон, а также топила в ванной. Кроме того, мать беспричинно ударила девочку кулаком по руке, сломав ей палец. Поводом для истязания ребенка становились неровный почерк, неправильно завязанная шапка и другие подобные причины. О противоправных действиях женщины в правоохранительные органы сообщила бабушка девочки. Сейчас внучка находится под ее опекой. Следствие инициировало процедуру лишения обвиняемой родительских прав. В суде подозреваемая ответит сразу по нескольким статьям, при этом вину она признала лишь частично. Вложил крупную сумму в финансовый проект и впоследствии потерял все деньги. 41-летний житель Белгородской области приехал в Казань, чтобы найти причастных к потере своих кровных. И нашел, вот только добиться их возвращения законным способом не смог. И выбрал совсем другой метод. Какой, знает, написа меня зла. История преступления началась с того, что 41-летний житель Белгородской области, желая заработать, вложил 50 тысяч долларов в финансовый проект. Затея получить ежемесячные выплаты очень скоро обернулась крахом. Прибыли мужчина не получил, а сам проект впоследствии закрылся. Выяснив, что за этим стоит 32-летний житель Казани, он переехал в столицу республики. И стал работать здесь в такси, попутно выясняя сведения о образе жизни потерпевшего. 17 января 2020 года под видом дворника он подкараулил его на одной из парковок по улице Лаврентьева, после чего избил, надел на него наручники и привязал к сидению его автомобиля. По мнению следствия, угрожая ножом, он стал требовать у своей жертвы 15 миллионов рублей. В противном случае обещал расправиться как с ним, так и с его семьей. Когда потерпевший согласился, мужчина пересел за руль автомобиля, проехал пару кварталов и, похитив 21 тысячу рублей, вместе с видеорегистратором скрылся, но позже был задержан. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по республике Тарсан мужчине приявлено обвинение в незаконном лишении свободы, вымогательстве, разбое и угоне автомобиля. Свою вину подозреваемый признал лишь частично. Дело направлено в суд. Внимание, розыск! Полицейские Казани ищут без вести пропавшего Зарафуддинова Рустема Рушановича. Как установили полицейские, 35-летний уроженец Чистопольского района проживал в Казани в одном из многоквартирных домов на переулке Дружный. С 10 января этого года он находится в федеральном розыске. На вид мужчине 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения особых примет не имеет. Управление МВД России по городу Казани просит оказать содействие в розыске без вести пропавшего гражданина и всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить по телефону дежурной части отдела полиции Юдина 294-54-52. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.